Изящные тяжеловесы. Конструкторского бюро Михаила Миля неизменно становятся звездами международных авиасалонов. Им принадлежат многочисленные мировые рекорды. Крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26 в фильме «Оружие». Работу над тяжелыми машинами в КБ Миля начали еще в 50-е годы. Сразу же после создания Ми-4. В 1957 году поднялась в воздух новая винтокрылая машина «Богатырь» Ми-6. Это был первый вертолет с двумя двигателями. Если другие геликоптеры того времени летали со скоростью 180-200 км в час, то Ми-6 разогнался до 320. Это казалось фантастикой. Но самое главное – поражала его грузоподъемность. После появления Ми-6 конструкторы вертолетной компании «Сикорского», основной в США по производству вертолетов, испытали шок. Никому еще не удавалось создать более мощный вертолет. На нем были установлены 16 мировых рекордов скорости, грузоподъемности и высоты полета. Ми-6. Тяжелый десантно-транспортный вертолет. Название по классификации НАТО – «ХУК». Максимальная взлетная масса – до 44 тонн. Длина – 33,2 метра. Высота – 10 метров. Диаметр главного винта – 35 метров. Силовая установка. Два газотурбинных двигателя мощностью по 5,5 тысяч лошадиных сил. Крейсерская скорость – 200 км в час. Практическая дальность – 500 км. Динамический потолок – 4,5 тысячи метров. Экипаж – 5 человек. Полезная нагрузка. 60-70 солдат или 6 тонн груза в кабине, 8 тонн на внешней подвеске, максимально 12 тонн. Вооружение – крупнокалиберный пулемет. Почти на 20 лет Ми-6 стал основой вертолетной авиации советских воздушно-десантных войск. На нем перевозили солдат, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, пушки и гаубицы со штатными тягачами, инженерную технику. Ми-6 использовали в качестве летающего танкера-топливозаправщика и воздушного командного пункта, комплекса пожаротушения и постановщика помех. Особо стоит упомянуть о создании мобильного ракетно-вертолетного комплекса. Пусковая установка с оперативно-тактической ракетой доставлялась Ми-6 в любой район, куда не могла бы пройти никакая другая техника для нанесения неожиданного удара по противнику. Успешно пройдя испытания, два таких комплекса в 1965 году поступили в войска для опытной эксплуатации. Вертолет Ми-6 несколько раз модернизировался. На нем устанавливались более совершенные агрегаты и приборы. Всего было выпущено около 900 машин этого типа. К началу 70-х годов сложность и масштабы стоявших перед вертолетным парком задач существенно возросли. И Ми-6 перестали справляться с ними в полном объеме. Появление новой мощной силовой установки двигателя Д-136, который по весовым характеристикам соответствует лучшим мировым образцам, а по удельному расходу топлива не имеет себе равных в мире, подтолкнуло конструкторов к проведению модернизации вертолета-гиганта. Можно было увеличить грузоподъемность машины в 2-3 раза. Интерес к этой теме подогревался еще и тем, что в США приступили к созданию тяжелого вертолета. В Соединенных Штатах была объявлена программа постройки тяжелого вертолета. Происходило это в конце 60-х годов, в начале 70-х. И фирма Сикорского сделала вертолет, который назывался Сиэль-53, который поднимал максимально 10 тонн полезной нагрузки. На тот момент времени уже существовал вертолет в эксплуатации Ми-6, который фактически возил 6 тонн, причем определенная номенклатура боевой техники. Там можно было закатить пушки разные, тягачи и так далее. Грузовая кабина позволяла это сделать. И когда стало ясно, что американцы делают тоже тяжелый вертолет, было определено, что у нас есть номенклатура техники, вот от этого собственно шло, которую надо перевозить. И вот на основании этих требований стали делать машины. Предварительный анализ показал, что быстро модернизировать Ми-6 не удастся. Пришлось строить новый, Ми-26-й. Схема вертолета осталась прежней, классическая, одновинтовая. Однако пришлось отказаться от использования серийных агрегатов и общепринятых конструкторских решений. Требовались нетрадиционные методы проектирования. Ведь прежде никто в мире не занимался созданием сверхтяжелых винтокрылых машин. Облик Ми-26 сформировался только спустя 4 года после начала конструкторских работ. К 1974-му. Силовая установка находилась над грузовой кабиной. Вынесенные вперед двигатели и кабины экипажа уравновешивали хвостовую часть вертолета. Цельнометаллический фюзеляж имел обтекаемую дельфинообразную форму. Два технических момента позволили эту машину создать. Первое – это наличие двигателя Д-36. Второй момент – это главный редуктор, который позволил в определенных весовых параметрах вот эту огромную мощность передать нанесущий винт. Благодаря этим двум техническим решениям появилась машина, которая действительно увлекальна по своим параметрам. И модернизация первого вертолета Сикорского СЕИ-53, которая стала называться СЕИ-53Е, вертолет с тремя двигателями. Так вот, этот вертолет поднимает максимально 12 тонн всего лишь, в отличие от 26-й, которая в обычной конфигурации возит 20 тонн полезной нагрузки как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске. Ми-26-й относился к вертолетам третьего поколения. В конце 60-х, в начале 70-х годов такие аппараты разрабатывались многими зарубежными вертолетостроительными компаниями, в том числе Сикорский и Боин. Летно-технические характеристики 26-го намного превзошли показатели западных машин. Это позволило установить полтора десятка мировых рекордов. Ми-26 – тяжелый многоцелевой вертолет. Название по классификации НАТО – «Хэллоу». Максимальная взлетная масса до 44 тонн. Длина – 33,7 метра. Высота – 8,15 метра. Диаметр главного винта – 32 метра. Силовая установка – два газотурбинных двигателя мощностью по 10 440 лошадиных сил. Максимальная скорость – 295 километров в час. Практическая дальность – 2000 километров. Динамический потолок – 6,5 тысяч метров. Экипаж – 5 человек. Имея почти такие же размеры, что и Ми-6, новая машина несла вдвое большую полезную нагрузку. Комплекс пилотажно-навигационного оборудования и система автоматического управления позволяли эксплуатировать Ми-26 в любую погоду, в любое время суток. Экипаж получил самые комфортные условия работы. Государственное испытание 26-й прошел в рекордно короткие сроки. В то же время попытка специалистов американской компании «Боинг» создать собственный вертолет-гигант закончилась неудачей. Ми-26 предназначен для перевозки военной техники, доставки боеприпасов, снаряжения, переброски войск и в отдельных случаях для высадки тактических десантов. Создавался и санитарный вариант, для переоборудования в который требовалось несколько часов. При этом устанавливались 60 носилок для раненых и оборудовались три места для сопровождающих медработников. На базе Ми-26 создано 15 различных модификаций. Пять из них для вооруженных сил, в том числе вертолет радиоэлектронной борьбы, воздушный командный пункт, дальнепротиволодочный вертолет с гидроакустической станцией поиска и обнаружения воздушных целей, специальный пограничный вариант для полетов в высоких широтах, а также военно-транспортный вертолет с новым пилотажно-навигационным комплексом. Для такого лайнера состав оборудования, которое мы сейчас на нем размещаем, позволяет его делать, в общем, всеядным и выполнять любые задачи. Ну и этот вертолет востребован эксплуатацией. То есть как у нас в стране, так и за рубежом. Поднявшись в небо 30 лет назад, Ми-26 и сегодня в строю. Этот уникальный вертолет до сих пор не исчерпал заложенный в нем ресурс. Одно то, что Франция сегодня рассматривает серьезное создание общеевропейского тяжелого вертолета на базе Ми-26, который уже выпускается около 20 лет. То есть сегодня, вот по прошедшей 20 лет, французское правительство, значит, определило одним из приоритетных задач, это создание общеевропейского вертолета тяжелого на базе нашего Ми-26. Это о том, что потенциал, заложенный в эту технику, и сегодня еще настолько актуален. Изготовлено около 300 вертолетов Ми-26 различных модификаций. Он поставлялся на экспорт в Венесуэлу, Грецию, Индию, НДР, Малайзию, Мексику, Перу, Южную Корею. На сегодняшний день Ми-26 является самым крупным транспортным вертолетом в мире, производившимся серийно. Таких мощных машин в мире больше нет. Тому подтверждение вы видите на своих экранах. Вертолет Ми-26 эвакуирует американский транспортный вертолет Чинук. Комментарии излишни. Винтокрылый богатырь Миля по-прежнему строится серийно и несет службу в частях. Он широко применяется в спасательных и гуманитарных операциях ООН. Таким образом, начавшаяся более двух десятилетий назад история замечательной машины продолжается. И многие ее страницы еще предстоит написать. Субтитры создавал DimaTorzok